Движение левшей началось в конце 20 века с митингов в США. Там грянула компания в поддержку левши Роберта Грина. Он, работая на почте, сортировал конверты левой рукой, а начальник потребовал, чтобы Грин сортировал их правой, после чего Роберт обратился в суд. Ассоциацией леворуких был подготовлен Биль о левшах. Психологи считают, что все люди, пишущие левой рукой, обладают сильным характером и творческим мышлением. Они составляют 10% населения всей планеты. Цель Всемирного дня левши – привлечь внимание общества к проблеме перелучивания детей к письму правой рукой, что ведет к психологическим травмам. Также при работе на оборудование для праворуких они часто совершают множество неестественных действий, в результате получая нервные и мышечные стрессы. Ребенок до примерно 3 лет не левша и не правша. Поэтому часто бывает, что родители делают их левшами сами, не замечая того. Например, мама дает все в руку, в правую ребенку. И ребенок не сопротивляется, потому что он еще и не правша, и не левша, еще в стадии пока становления. И получается, что к 3 годам где-то, к 4 годам, правая рука, его неведущая рука, становится более ловкой. И ребенок может сам уже стремиться что-то делать правой рукой, будучи левшой. А потом вот это левшество у него постепенно проявляется. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в СССР их обязательно переучивали. Большинство врачей считают, что малыша переучить однозначно нельзя. Это плохо сказывается на нервной системе. Ребенок может стать невротиком, и на фоне этого даже может возникнуть заикание. Переученный ребенок начинает писать буквы асимметричной конфигурации наоборот. Иными словами, появляется зеркальное письмо и чтение. Если попросить ребенка сделать подзорную трубу, ведущая рука будет сверху. Если попросить ребенка посмотреть в подзорную трубу, то он поднесет эту подзорную трубу к ведущему глазу, то есть к правому, либо к левому. Если попросить ребенка попрыгать на одной ноге, то истинный левша попрыгает на левой, а правша – на правой. Вот те тесты, которые может использовать любая мама для определения. Левши значительно отличаются от правшей. Они мыслят абстрактно, и у них хорошее восприятие ритма и музыки. Среди леворуких людей чаще проявляются различные таланты, и не случайно их так много среди великих. Майкл Джексон, Александр Пушкин, Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, Фридрих Ницше и Николай Лесков. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».